Так, ну что, поляна Чигет, начинаем подъем на озеро Донгозурон Кёль под этой горой. Это канатка на гору Чигет. Что вы говорите? Так, пилетики брали, если нет, берите и пойдете. Это под национальный парк, на семь дней дается разрешение. По ущелью везде будете гулять. Сколько стоит? По две. Если честно, я сначала думал, что это некий местный разводняк, но нет. На официальном сайте Кабардино-Балкарии все указано четко и ясно, что так и есть. Ну, потихонечку, километр за километром. Вот уже поляна Чигет подниматься начинает и заброшенная канатка старая. Давайте я вам расскажу, что же такое озеро Донгозурон Кёль. Это горное озеро, которое туристы называют семицветным. Оно располагается между горами Донгозурон Баши 4400 на Кратау 4228 на склоне горы Чигет. Это две живописные вершины при Эльбрусе. Озеро рядом со свиным загоном. Так переводится Донгозурон Кёль. Дело в том, что за перевалом находится Сванетия. Местный народ, ранее живший там, разводил большое количество свиней. Именно поэтому балкарцы и дали такое необычное название этому водоему. А потом будем сворачивать налево. А пока, грубо говоря, поднимаемся на Чигет. Донгозурон Кёль – это проточное озеро. Оно напыляется за счет тающих ледников, стекающих с вершин гор. И из него вытекает небольшая река – Донгозурон Арукбаксан, протяженностью 5 километров. Пока, конечно, дорога скучная достаточно, потому что она в дебюте всех гор всегда скучная. Все, покинули мы зону леса. Сейчас я посмотрю, какая высота. Все, тут уже на ладони. Все, ледник семерка. Накратау. Накратау – вот она. Накратау. И Донгозурон главный. Сейчас посмотрим, сколько мы идем. Вот она. Видите? Высота 2,288. 4,59 километра прошли. 1,09. Хороший навигатор, кстати. Рекомендую. Я плачу за него по месячную оплату на айфоне. Гуру Мэпс называется. Ну, продолжается пока вот эта вот дорога. Идти по ней достаточно легко. Угол небольшой. Я думаю, тридцатка, наверное. 30-40. Где-то так. Ерунда, короче. Вот река видна. Видите? Много водопадов. Много всего. Эта река называется Когутай. С ледника Когутай. С ледника Когутай. А мы будем подниматься по реке Когутайка. Видите? Тут уже столбики установлены. Я думал, уже отсюда будет видно. Видно озеро, но нет. Ближе все ближе. Но оно еще не видно. Как я вам говорил тоже на Салтран Кёле. Кёле то же самое. Все то же самое. Все повторяется. Обязательно рекомендую этот маршрут. Он такой, видите, помеченный какими-то рыбками. Не знаю, почему они таких рисуют. И даже столбцами. Вон он вдали виден. Оранжевый. Итак. Высота 2428. 1 час 48 идем. 5 850 от Терского прошли. Ну нормально. Давайте продолжим про наше озеро. Воды, которые стекают по горным склонам, размывают почву и транспортируют в бассейн различные минералы, которые делают на выполнение водоема разноцветным. Цвет на водной глади зависит от погодных условий и времени года. Вот этот столбик, о котором я говорил. К озеру Донгозурон Кёльна. Дошли мы до первых ручьев. Вот как раз с этих ручьев уже можно кипятить воду. Ну фильтровать ее в этом, в походном фильтровальнике и пить. Впадает она в реку Донгозурон. Сейчас пойдем. Не, ну это по кайфу. А вот дорога к Канатке идет наверх. Вот. Кафе Ай. Вот река тоже вытекает из камней. Как на Салтране, видишь, из дыры. Вот появился первый указатель. 1,6 километров с километражом. И тут первая какая-то табличка информационная с растениями. Еще буквально пару лет назад по вот этим грунтовым дорогам разъезжал приграничный грузовик с погранцами. Здесь гулять было нельзя. К озеру нужен был специальный пропуск. Но сейчас сделали все даже без паспорта. Проходите, смотрите, трогайте воду. Ну просто шик. И по ней идти 1600 метров. Если честно, по фотографиям и картинкам я всегда представлял, что озеро находится вот тут где-то. То есть оно прямо под семеркой с одной стороны. Но черта с два, это не так. Оно не находится прямо под семеркой. Прямо под семеркой находится вот этот ледник, из которого вот эта река вытекает. Приток этой Донгузурона. Тут тоже вот обрыв достаточно сильный идет. Да. Сейчас вообще у блогеров очень модно говорить, друзья, сколько стоит отдых. Потому что очень все подорожало. Два раза. И постоянно дорожает. Вот сколько стоит отдых? Две недели Пятигорск-Петерскол. Неделя там, неделя там. Итак, билеты на четверых 84 тысячи рублей. Квартира съемная двухкомнатная в Пятигорске 7 суток 30 тысяч рублей. Такси минивэн до Терскола туда-назад 14 тысяч рублей. Рюкзаки с деком туда-назад 5 тысяч рублей. Расходы на обеды, билеты, такси на всех на четверых. На карман 100 тысяч рублей. Номер двухкомнатной с кухней в Терсколе 70 тысяч недели. Итого 300 тысяч рублей за две недели, друзья. Ну, на четверых, если каждый платит за себя, это, конечно, нормально. А если нет, то нет. Склоны идут более или менее безопасные, пологие, с выступами, где падение, собственно говоря, на этом балконе и закончится. С максимум переломами. А вот и очередной таявшийся снежник. Ну, потому что на Чигете нету никаких ледников, поэтому понятное дело, что это всего лишь снежник. О, как красивше. Опять опасный склон. Так что я не думаю, что сдохнусь там. Да нет, сдохнешь, сдохнешь. Покатишься там вниз. Ну, можно засыпить его что-то. Хочу посмотреть, сколько в итоге заняло время сюда дойти. Пусть не до озера, но до вот этой шикарной панорамы, когда уже, в общем-то, идет спуск. И именно от Терскола, из выхода из турбазы, то есть, понимаете, с Чигета, до него тоже ж дойти надо, правильно ж? Смотрим. Высота 2,596. Время в пути 3 часа ровно. Пройдено 9 километров. Прилично, короче, 9 километров прошли. Дошли. Грязь. Видите, здесь такая мазюка. Не засасывает, плотная грязь достаточно. Ходили тут босиком, видите, пальцы. Сразу глубина? Не, ну там вон сразу капец глубина. Не... П туда! Тор...! П gone... Плотой! Тор... 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 Подходим к водопаду, здесь достаточно большое стооподворение, что не очень хорошо, сюда что-то много людей ходит. С выхода из Тирскола 3.30, 10 километров 100 метров. Здесь без интернета. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok